Вопросы немножко волнует, потому что есть последние несколько лет очень часто ситуация, где ваши позиции и наши, или других корреспондентов отличаются довольно сильно. Это, например, было три года назад, когда мы в Крыму сказали, что это силеные человеческие, что это часть российских войск, и официальная позиция еще была, что это не так. А, например, если мы говорим, что нам кажется, что в битвах в Тебалцево или на войск, что это были российские войска, а мы покажем наши информации, доказательства и так далее, или что российский БУП слилил на Малайзии и так далее. А вы давно были? Нет, нет, смотрите, Мария, а вы говорите, нет, можно я до конца? Вы давно в Донбассе-то были? Да, пока пустили, был. Вы, вы были, кто был в Донбассе, скажите? Вы говорите относительно информации на юге Украины, да кто там из зарубежных коллег был, там всего можно по пальцам пересчитать. А, извините, я много, нет, Мария, извините, я много раз пил, пока пустили. Меня господин Сахарченко тут обещал, звоните мне, вас пустят. Я звонил, три раза уже не пустили, извините. А вопрос мой сейчас такой, если будет такой сюжет, где я говорю наше мнение, это так и так, и мы покажем наши доказательства, и вы говорите, это не так. Это для вас фейковая информация или нет? Вот, посмотрите, как все как-то встрепенулись. Я, честно говоря, даже не рассчитывала на такой фурор. Ну, значит, все правильно делаем. Я, правда, как-то даже не думала, что все так будут беспокоиться. Если вы не публикуете фейки, почему вас так это задевает? У вас нет, значит, шансов туда попасть. Я даже не понимаю, в чем вопрос. Что касается публикации из российской прессы, то, как вы понимаете, Российское министерство иностранных дел занимается внешней политикой. Мы являемся тем ведомством, которое по соответствующему закону Российской Федерации работает с иностранными корреспондентами. Мы ведем аккредитацию, мы фактически работаем. Поэтому наша задача заниматься опровержением той информации, которая публикуется в зарубежной прессе. Это часть нашей работы. Но я могу сказать, вы, может быть, тоже не присутствовали в зале, там есть это все подрубрика, одной большой рубрики, которая связана с опровержениями. Если вы зайдете в рубрику опровержения, вы увидите, что мы даем регулярно опровержение материалов, которые так или иначе, с нашей точки зрения, являются недостоверенными и публиковались в российских СМИ. Поэтому за российских коллег, вы не волнуйтесь, там им тоже отведено соответствующее место, и оно было отведено там традиционно. Есть еще один момент. Вы вот сейчас так как-то очень эмоционально восприняли эту новость, но скажите, так ли эмоционально вы восприняли информацию о том, что подобные разделы давным-давно запущены на медиаресурсах, например, европейских структур, которые курируются Брюсселем. Вы задавали им такие вопросы, когда они выкладывают информацию о российских средствах массовой информации? Вы не задавали им вопрос, а какие критерии для отбора материалов, которые они там публикуют? Мы задавали, критериев нет, мы просили предоставить нам информацию или подкрепить, так сказать, вот эти рубрики или вот эти материалы, эти выводы конкретной информации. Нам никто не предоставлял ее. Я вам больше хочу сказать. Вы, ну, мы же прекрасно понимаем, что, так сказать, упрек относительно того, что господин Захарченко три раза не ответил вам на звонок, ко мне адресовать несправедливо. Но я вам хочу сказать такую вещь, что я думаю, что услышав сегодня, а мы с вами работаем в прямом эфире, я думаю, что, скорее всего, есть у меня такое ощущение, что о ваших сложностях в общениях с людьми, которые отвечают за работу с прессой в Донбассе, я думаю, что вас услышат эти люди. Поэтому приходите почаще и озвучивайте все, что у вас, так сказать, наболело, они услышат. Но я хочу сказать еще о чем. Вот как тонко все всегда чувствуют, когда касается что-то зарубежных корреспондентов. Как тонко всегда переживаются эти моменты. Вот, в частности, вчера был поставлен вопрос относительно хода расследования в отношении корреспондентов в Швеции. Министр иностранных дел России представил всю информацию. Хотя и мы бы в качестве Департамента информации и печати могли бы предоставить корреспонденту из Швеции всю детальную информацию, но она почему-то решила обратиться вчера на пресс-конференции, а не в рабочем порядке, так как обращаются очень многие. Как тонко чувствуется эта боль, когда это касается зарубежных корреспондентов. Не надо ставить в раздел фейка, не надо лишать аккредитации. Конечно, нужно заниматься расследованием. Почему вы так не чувствуете эти проблемы тонко и эмоционально, когда это касается российских коллег? Вы не считаете их коллегами? Вы не считаете тех людей, которые годами работают в Сирии? Там, где нет ни одного заодно корреспондента, вы не считаете их профессионалами? Вы считаете, что это что, все мейнстрим, подстроено? Мы каждый раз рассказываем про Лепа, что мы там находим. Почему же эта информация есть только у российских СМИ, но к вам она никак не пробивается? И еще один момент. Вы посмотрите, какое количество российских журналистов было выдворено из стран, например, европейских. Их не допускают до освещения мероприятий. У них проблемы с аккредитацией. Какое количество телевизионных каналов было заблокировано в ряде стран по причинам, так сказать, несогласия этих каналов с официальной точки зрения в этих странах? Разве эта информация находит у вас отражение в средствах массовой информации? Нет. Почему так? Это ваши коллеги. Это та же свобода слова. Она неделима. Она неделима. Ее не может быть больше или меньше. Если вы ее оцениваете у нас, почему вы не оцениваете ее у вас? И последний аспект, тоже очень важный. Ведь мы постоянно обращаемся. Вот сегодня мы направили еще одно обращение за подписью директора Департамента информации и печати на имя госпожи Миятович, высокого представителя ОБСЕ по свободе слова с перечислением техозабоченностей, которые у нас есть в рамках ущемления прав российских СМИ с перечислением соответствующих моментов. Мы не только выставляем свои претензии, мы также предоставляем, в частности, ей, ее институту информацию о ее озабоченностях. Например, она спрашивает нас, как идет расследование того сюжета, почему происходит так. Мы все это ей предоставляем. Но я хочу вам привести один пример. Уже больше года, я могу точно даже, и я это сделаю на следующий брифинг, точно вам скажу. Уже больше года, ну около года точно, как мы запросили официальной нотой Министерства иностранных дел Российской Федерации постоянное представительство Европейского Союза в Москве относительно порядка аккредитации российских журналистов за рубежом. Вы что, думаете, нам ответили? Нет. Когда выдворяют российских журналистов или не пускают куда-то в страны европейские, нам говорят, ваши журналисты нарушили правила аккредитации. Мы задали официально от государства вопрос. Покажите нам, не просто покажите, направьте нам порядок аккредитации, визовые требования журналистов иностранных, ну в частности, хотите, из России, для того, чтобы они могли работать у вас на территории. Никто не ответил. Никто. А здесь целое постоянное представительство работает. Понимаете, как интересно получается? А мы постоянно слышим, и об этом было даже ряд материалов, написанных вашими же коллегами, относительно того, что в России якобы непрозрачная и недемократическая система аккредитации инкоров. Ничего себе. У нас на том же сайте выставлены все документы по порядку аккредитации. Этот закон не менялся на протяжении долгих лет. Он был подписан при президенте Ельцине, и он не менялся ни разу. В него не вносились изменения. Он как был, так и есть. Он доступен. У нас работают, и мы, мало того, мы в ручном практически режиме отвечаем на все соответствующие вопросы. И вот мы один раз запросили документы, соответствующие Европейский Союз. Расскажите, как нашим аккредитоваться, чтобы вы их потом не выдворяли. И тишина. Понимаете? Вот это же уже не двойные стандарты. Это просто, знаете, как бы игра на второй шахматной доске. Вот немножко это уже напоминает. Поэтому я третий раз сегодня скажу, что если у каких-то средств массовой информации, которые найдут свои материалы там, в частности у вас могут быть, появятся вопросы, и вы предоставите соответствующую информацию нам, какие проблемы, мы с ней будем разбираться. Только сейчас происходит все наоборот. Когда мы видим фейковую информацию, кстати говоря, не наш термин, абсолютно не наш, не мы его придумали, не мы начали закручивать эту кампанию относительно. Вот сейчас были на Мюнхенской конференции. В выступлении всех западных коллег это было практически мейнстримом. Так вот, если будет предоставлено... Вот сейчас ситуация происходит как? Мы видим информацию, не соответствующую действительности, мы пишем или пытаемся связаться с соответствующим средством массовой информации, отправляем нашу позицию. К сожалению, во многих случаях никто и не собирается отражать российскую официальную позицию. Поэтому давайте попробуем наоборот поработать. Давайте попробуем завести такую рубрику, и если будут претензии у вас, пишите, и мы будем там что-то менять. Давайте немножко поменяемся позиции, и вы посмотрите, как это непросто доказывать свою правоту. Можно я еще секунду? Конечно. Это сейчас лавина была информации, извините, я не смог просто все следить из недостаточно русского языка. Я думала о вас пока профессионали. Нет, 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 просто там один вопрос. Я спросил вопрос, и, может быть, вы ответили, я не понял. Если журналист-корреспондент говорит, что он считает, что это будет российский бук, который в Малайский эрлайн стрелял, он попадет на этот сайт или нет? Как считал, что это российский бук, журналист считал, что это российский бук. А можно задать вопрос, ну вы же прекрасно понимаете, что журналисты из средств массовой информации несут ответственность за то, что они публикуют, правильно? Ведь это же не во сне должно присниться, должны быть какие-то материалы, данные. Ведь наверняка, если вы об этом говорите, мы же говорим не про аккаунты в социальных сетях, которые ведут люди, мы говорим о средствах массовой информации, мне даже в голову не может прийти, что появится такая статья где-то, где у данного заявления не будет соответствующей основательной базы аргументов. Такое разве может быть? Где-нибудь такое видели? Я нет. Ну, мы же ее запустили. Ждем от вас реакции. Пишите нам, звоните, предоставляйте информацию. Мы же готовы работать.